Если бы прямо сейчас вам дали 10 миллиардов долларов, что бы вы все равно не купили? Колу за 5 долларов в мини-баре отеля. Я сейчас подрабатываю в отеле, у нас на ресепшене кола тоже стоит 5 долларов. А через дорогу от гостиницы есть круглосуточная заправка. До нее реально рукой подать. И я говорю об этом всем, кто хочет купить у нас колы. Тем не менее, 95% людей все равно платят 5 баксов и продолжают жаловаться. FIFA Points. Я бы выкупил EA и избавился от этого дерьма. 10 миллиардов для этого было бы маловато. Любое блюдо, покрытое сусальным золотом. Оно ничего не добавляет в плане вкуса. Выглядит безвкусно и прилипает к зубам. Сусальное золото прилипает к зубам? У меня никогда не было достаточного количества денег, чтобы узнать об этом. Да и задумываться о таком. Погоди, а как он узнал? Я никогда не ел и даже не прикасался к сусальному золоту. Но из того, что я видел, могу сказать, что оно прилипает вообще ко всему. Думаю, можно быть уверенным, что оно будет прилипать и к зубам. PlayStation 5 у спекулянтов. У меня полно игр на PlayStation 3 и PlayStation 4, которые я еще не прошел. Подожду, пока дефицит спадет, козлы. Мед. Не вздумайте даже пробовать, ребятки. То же самое касается Хмурого. Ни единого разу. Золотой унитаз. Бесполезная трата средств. Нужно покупать золотой унитаз, инкрустированный бриллиантами. Инкрустированный только с внешней стороны. А то я буду каждый раз жалеть об этом решении, когда мне придется своим платиновым ёршиком оттирать дерьмо, прилипшее к алмазам. Battlefield 2042. Я так понимаю, игра уже и так становится free-to-play, лол. Продукцию Nestle. С такими деньгами ты, скорее всего, смог бы пролоббировать в правительстве запрет Nestle. Продление гарантии на машину. Я купил расширенную гарантию на свою тачку за 3000 долларов. Она покрывала сервисные расходы до 100 тысяч миль. В итоге по гарантии я потратил на машину около 10 тысяч долларов. На удивление, взять такую страховку было отличным решением для меня. NFT. Слава богу, кто-то сказал про NFT. Ребят, NFT бесполезная шляпа. Подтратьте свои деньги на что-то ценное или хотя бы полезное. Именно. Два биткоина стоят больше, чем один биткоин. Тут все ясно. Но я никогда не пойму, почему один NFT должен стоить больше другого. Этого не объяснить никак, кроме как искусственным манипулированием ценами. Отмывание денег. Меня приколола сама концепция, но черт возьми, я говорю нет. Похоже, что челы реально хотят таким образом отмывать деньги на искусстве, при этом не имея дело с физическими экземплярами. Из-за NFT я перестал заниматься творчеством в цифровом виде. У всего комьюнити в голове засела идея, что если ты не делаешь NFT, или у тебя хотя бы в портфолио нет ничего про NFT, то тебя тупо игнорят. Нахуй такое. Здоровенные особняки. Никогда не понимал, зачем челу в доме 100 спален и ванных. Ладно, но послушай. Архитектурное чудо с замысловатыми коридорами и лабиринтообразными планами этажей с тайными комнатами и скрытыми коридорами. Ты сейчас описал особняк из Resident Evil? А хватит ли 10 миллиардов для создания зомби? Если да, то да. Такие особняки имели смысл для дворян и других важных членов общества. Если вы устраивали званный ужин на 30 человек, то, как правило, предлагали гостям остаться на ночь. В общем, огромные особняки имеют смысл только для тех, кто часто устраивает пиршество и принимает много гостей. А еще такого плана особняки также предназначены и для слуг, независимо от того, живут они там или нет. Я полностью согласен, что если вам не нужно столько комнат, не стоит покупать такой дом. До меня только недавно дошло, что это все не для хозяев домов. Конечно, может быть, там и живет дюжина или две домработниц, лакеев, водителей и кухонного персонала. Но если вы владеете таким большим поместьем, а если у вас настолько большой особняк, то вы его наверняка называете поместьем, то будете использовать его для проведения вечеринок и разных мероприятий. Например, такой особняк точно подойдет для вечеринки в стиле великого Гэтсби, на которой соберется порядка тысячи человек. Еще там можно проводить тусы, как те, что показывают в голливудских фильмах про американские колледжи. После таких тусовок гости смогут выбрать себе комнату, чтобы переночевать. К тому же, когда в город приедут до безумия богатые друзья хозяина дома, им не нужно будет останавливаться в отеле Ридс и общаться с нищими миллионерами. Подписка на кабельное телевидение. В какой-то момент какая-нибудь компания объединит все стриминговые сервисы вместе, вставят в них рекламу в качестве более дешевой опции, и мы все сами, того не замечая, вернемся к кабельному телевидению. Верняк, забавно, что все возвращается на круги своя. Я три года назад отменил подписку на кабельное, а мне до сих пор регулярно звонят с каким-то очередным потрясающим предложением. Всегда заканчиваю тем, что спрашиваю их, кто сейчас в здравом уме смотрит кабельное телевидение, когда можно смотреть все, что хочешь, и когда хочешь с помощью стриминговых платформ. Имея 10 миллиардов, я бы, наверное, просто купил пожизненную подписку на все доступные стриминговые сервисы. Гуччи и другие шмотки за оверпрайс. Лол, Гуччи продавала для художников акварельные карандаши за 800 долларов в комплекте с чехлом Гуччи. Компания художников сравнили качество этих карандашей с обычными карандашами Prisma Color за 20-30 долларов. И карандаши от Гуччи жидко обделались. Хотя, как я полагаю, чехол у них вышел неплохой. Изменено. Я понял, что сформулировал свой комментарий, не совсем понятно. Челы на видео сравнивали карандаши Гуччи с карандашами Prisma Color. Типа нарисовали картину сначала одними карандашами, а затем другими. А в другом видео они даже сравнили их с мелками Крайола. Как итог, карандаши Гуччи справились примерно так же, как мелки. И в разы хуже в сравнении с Prisma Color. По словам представителей Гуччи, вы платите не за цветные карандаши, а исключительно за высококачественный чехол. Позже они также пояснили, что единственное, почему они к чехлу добавили карандаши, так это потому, чтобы люди знали, что это именно чехол длицетных карандашей. Они не думали, что люди, тратящие 800 долларов на чехол, будут знать, для чего он предназначен. Именно поэтому люди их и обсирают. Какое же хреновое оправдание для того, чтобы в предмет роскоши засунуть самые дешевые цветные карандаши. YouTube Premium. Сейчас они внаглую открыто рекламируют разные наебалово. Возможно, и раньше такое тоже было, но сейчас какой-то абсолютно новый уровень. Каждая вторая реклама кричит, получите быстрые деньги, используя нашу автоматизированную систему для торговли акциями. И прочую чушь, которая в буквальном смысле является обычным мошенничеством. Я лучше буду видеть все это дерьмо и знать, что делает YouTube, чем, надев на голову пакет, делать вид, что всего этого не существует. Изменено. Челы пишут про Adblock, Vanset и другие блокировщики рекламы. Ребят, вы неправильно поняли мою мысль. Я говорю, что YouTube шарашкина контора, раз позволяет мошенникам размещать рекламу, а зрителям говорит, если не хотите на это смотреть, то платите нам. Микротранзакции в видеоиграх, вроде лутбоксов и прочего. Минуту назад я видел пост, в котором какой-то челик признался, что потратил на игру 6 тысяч долларов. А другой чел, работающий в игровой компании, сказал, что это даже не капля в море, и что их самые большие транжиры тратили и под 400 тысяч долларов. Я играл с несколькими чуваками, которые потратили более 40 тысяч баксов на мобильную игру. Пиздец, я с этого ржал. Сам я слил целых 100 долларов на новое оружие, пытался конкурировать, но потом понял, что они и не собираются на этом останавливаться. Челы вписались в бесконечную гонку. Эта херня постепенно тебя засасывает. Сладости в кинотеатре. Я все равно буду проносить свое добро. С таким баблом я бы сам поставил небольшой домашний кинотеатр. Отбеливание ануса. Легко говорить, когда твоя задница уже белая, как свежевыпавший снег. Не каждый является любимчиком бога, Марк. Да, Марк, не все мы наделены шелковой мягкой попкой, в сравнении с которой кожа ребенка похожа на наждачную бумагу. Землю во Флориде. Несколько лет назад я был в Майами на конференции, посвященной изменению климата. Там была лекция, на которой выступающий представил виртуальную модель изменения уровня моря в США. К концу выступления я услышал, как несколько человек позвонили своему риэлтору, жене или мужу, и сказали о срочной необходимости, как можно скорее продать дом. Все, что приносит доход семье Кардашьян. Даже не знаю. У Ким есть фонд, который помогает людям с крайне сомнительными судимостями получить юридическую помощь. Если помогут им, то выгода будет и ей. Я не против такого. Бесплатная или совсем недорогая, но качественная юридическая помощь малоимущим и несправедливо осужденным одно из лучших применений своего богатства. После того, как я об этом узнал, мое мнение о ней немного поменялось. Range Rover. Самый нестабильный, дорогущий кусок дерьма на колесах, который при этом все равно устарел. Я бы не стал покупать новый Range, но я бы точно купил старый и переделал его, чтобы он был в порядке. Есть компании, которые таким занимаются. Бриллианты. Цена на них безумно завышена, а выращенные в лаборатории синтетические бриллианты ничуть не хуже, если не лучше. Кроме того, многие алмазы добываются рабами, а прибыль с них используется для финансирования гражданских войн в Африке. Выращенные в лаборатории бриллианты реально лучше, чем добытые из земли алмазы. Меня попросили сделать исследование для клиента из алмазной промышленности, чтобы понимать разницу, знать конкурентов. Короче говоря, не верьте, что существуют аппараты, эксперты, которые могут отличить высококачественный синтетический бриллиант от природного. Это все вранье. Как же я, блядь, ненавижу алмазы. Продукты, чья реклама меня пиздецки бесит. У меня даже есть свой черный список. Изменено. Для всех, кому интересно, я живу в Европе. Ролики на немецком. Но даже так, мне кажется, вы меня поймете. Вот некоторые примеры рекламы. Kinder Schoko Bonds. Мне нравится эта конфета, но я ее больше не покупаю. После такого я просто не могу. Kinder Penguin. Да, компании Kinder срочно нужно нанять нового маркетолога. Хер знает, как это произносится. ЛЮЦЕРНЕРАХ МАЗКАХ! Самая бесящая реклама, в том числе потому, что ее очень часто показывают. Ну и любая реклама Nintendo Switch. Мне слишком неприятно смотреть на фальшивое веселье и смех актеров. Те камни, которые Гвинет Пелтроу пихает себе между ног. Чего? Ага, сейчас ты узнаешь, насколько тупыми бывают люди. Примечание. Яйцо Йони – это тренажер для мышц малого таза, сделанный из кристалла. Назван он так, потому что в индийских трактатах так называли влагалище. Этим термином создатели девайса хотят подчеркнуть, что упражнения с ними являются элементами древнейших практик. Считалось, что женщины, используя яйца из нефрита, не только качают мышцы, но и выводят свои жизненные силы и сексуальность на новый уровень. Сейчас тренажеры изготавливаются и из других кристаллов – розового кварца, жадейта, обсидиана. Яйца на рынке секс-игрушек уже довольно давно, но популярность они набрали несколько лет назад, когда Гвинет Пелтроу поделилась советом невероятного либидо на своем сайте губ. Она рекомендовала засунуть в себя нефритовое яйцо и удерживать его целый день или целую ночь. Ранее она уже рассказывала своим фанаткам о пользе вагинального парения. Сидение над горячей кастрюлей, наполненной травами в течение 45 минут для того, чтобы очистить матку и сбалансировать уровень гормонов. Нет никаких научных исследований, которые касались бы использования нефритовых яиц. Нет данных ни об их преимуществах, ни об их недостатках. Кроме того, правильная тонировка мышц тазового дна включает в себя чередование сокращения и расслабления мышц. Непрерывное же сокращение мышц, которое будет происходить, если ты оставишь яйцо на ночь, создаст их перенапряжение со всеми вытекающими запором, волею в области таза и мышечными спазмами. Кроме того, нефрит – пористый металл, что значит, что таким образом ты можешь занести внутрь инфекцию. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, если бы прямо сейчас вот я бы вам дал 10 миллиардов долларов, чтобы вы все равно не купили. И не забудьте посмотреть наши другие ролики бесплатно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok